Субтитры делал DimaTorzok Простите, но эту шутку я просто не мог сюда не вставить. Всем здорово, мужики! Это обновление подарило нам прекрасную штурмовую винтовку с устрашающим названием Крик 6. В принципе и логично получается. Сезон про зомбаков, а зомбаки в реалайфе ассоциируются именно с Криком. Хотя откуда мне знать, я же никогда их в жизни не видел, да их же в принципе не существует. Но сегодня не об этом. Сегодня мы с вами поговорим про штурмовую винтовку, которая своим выходом навела немало так шума. Я думаю этого выпуска ждали многие. Поэтому присаживайся поудобнее, потому что в этом выпуске ты узнаешь. Является ли Крик 6 новой метой? В какой геймплей стоит с ней играть? Насколько сильно мифик забустит данную пушку? Ну и конечно же моя сборка на данный аппарат. Поехали! Для того, чтобы понять какие именно на Крик 6 нужно ставить модули, первым делом я отправился на полигон. Для того, чтобы посмотреть его урон, дистанцию на которую он падает и конечно же отдачу. У Крига присутствует 4 отрезка падения урона. И первое падение начинается уже на 17 метрах. Для штурмовой винтовки это не самый лучший показатель. И наша с вами задача увеличить эту самую дистанцию. Потому что на первом отрезке урон у Крига очень хорош. 45 в голову, 36 в грудь и 30 во все остальные части тела. Чем же мы ее с вами можем увеличить? У Крига не дефолтные модули, а модули нового образца. Поэтому поставить сюда монолитный глушитель не получится. И вообще в сборку можно встроить всего лишь один модуль на дистанцию. Выбирал я какой лучше ствол поставить достаточно долго. Потому что выбор стоял между стволом ОВЦ, который дает привычные нам бафы, и штурмовым стволом. По тесте в пару дней Крик я пришел к выводу, что под мой геймплей больше подходит именно штурмовой ствол. Который дает нам плюс 20% к дистанции и 30% к скорости пули. Наша первая дистанция теперь заканчивается на 20,4 метра. А третья на 48. Между вторым и третьим отрезком разница урона минимальная. Поэтому нашей основной дистанцией для работы с Крик 6 будет расстояние до 50 метров. Но можно зажимать и на более дальней дистанции. Эта штурмовая винтовка, к моему большому удивлению, получилась очень универсальной. Я думаю, что именно 30% баф скорости пули так повлиял на это. На средней и ближней дистанции Крик 6 сбривает очень быстро. И вы должны использовать этот козыр. Не бойтесь перестреливаться с М4, Кила, Оданом и так далее. Ваши пули будут достигать цели намного быстрее, а показатели скорострельности практически одинаковые. Если вы мне не верите, то давайте обратимся с вами к инновационной таблице, чтобы сравнить ЭТК М4, Кила и Крига. Я думаю, авторитет Иваныча точно должен на вас повлиять. Но сначала я хочу тебе порекомендовать институт киберспорта, директором которого является всем вам известный магистр Янис. Сейчас Ян набирает себе уже пятую группу учеников, которых он будет обучать стрельбе, позиционированию на карте, поможет подобрать настройки и чувствительность. Если ты хочешь подтянуть свой уровень игры в сетевой игре, то переходи по ссылке в закрепленном комментарии и знай, что Ромчик плохого никогда не посоветует. Инновационная таблица показывает нам, что и на первом и на втором участке урона Кригу понадобится меньше всего патронов для убийства противника. Прибавляем к этому всему практически одинаковую скорострельность и повышенную скорость полета пули. Так наш ТТК возрастает еще больше. Я думаю мы разобрались с дистанцией. Единственное, что бы я хотел добавить, обязательно в бою подбирайте модификацию дальнобойность, которая также даст небольшой баф к ней. Следующая проблема, с которой мы будем бороться в нашей сборочке, это отдача. Я бы не сказал, что она супер сложная, но все-таки она есть. Плюс наш штурмовой ствол накинул еще по 10% к вертикальной и горизонтальной отдаче. При игре с Кригом у меня не возникало проблем с вертикальной отдачей, а вот к горизонталке у меня были вопросы. И как оказалось, после примерно 10 патрона Криг начинает тянуть вправо. Поэтому следующим модулем, который мы с вами поставим, будет агентский ПБС, который даст нам минус 10% к вертикальной отдаче. Плюс звук стрельбы станет максимально вайбовым. Этим глушаком мы по сути погасили дебаф от штурмового ствола. И горизонталка осталась такой же, как в дефолтном варианте. Поэтому третьим модулем мы с вами ставим переднюю рукоять ВО. Или Б0, или В0. Короче, вы поняли. Она даст нам минус целых 30% горизонтальной отдачи. И контролировать ее станет в разы проще. Также преимущество этого модуля в том, что она не дает абсолютно никаких дебафов. Ну, что за прелесть. Мы уже определили нашу основную дистанцию. Определили, что будем использовать Криг 6 для активного геймплея. Но при этом мы с вами забыли, что это штурмовая винтовка и стрелять нам нужно будет в прицеле. Для того, чтобы повысить точность стрельбы в прицеле четвертым модулем, мы установим с вами лазер автонаведения. Который накинет кучности стрельбы в прицеле аж 20%. Очень хороший баф. В остальных ШВ от лазера можно получить максимум процентов 10. Тут же мы получаем сразу 20, что компенсирует отсутствие дополнительных модулей для улучшения кучности стрельбы в прицеле. Мы уже с вами выбрали 4 модуля. И теперь я бы хотел более подробно поговорить про пятый. У Крига есть очень большая проблема. Ужасная мушка. Она действительно занимает много места. И когда ты зажимаешь именно с мушки, ты даже не видишь противника, по которому стреляешь. Но нам повезло, что Activision очень переживает за своих игроков. Поэтому в этом сезоне выйдет мифический Криг 6 с встроенным коллиматором. Ладно, это не смешно. С каждым разом я все больше начинаю верить в то, что они специально делают мушки такими ужасными. Для того, чтобы заработать 300 бакс на мифике. Но ведь не все люди имеют возможность задонатить на мифик. Поэтому для тех, кому так же как мне неудобно стрелять с мушки и которые не будут покупать мифический скин, пятым модулем я советую ставить именно коллиматор. Да, точку в коллиматоре слегка потряхивает. И это проблема всех коллиматоров в нашей игре. Кстати, у мификов точка статична. Activision Strongs. Но все же это куда лучше, чем стрелять на Криге с мушки. Еще советую вам поставить на коллиматор другую сетку прицела. Потому что лично для меня красная точка слишком жирновата. Я открыл себе синюю и с нее действительно намного удобнее зажимать. Вот так выглядит моя первая сборочка с коллиматором. И знаете, на что бы я хотел обратить ваше внимание? На подробности нашей сборки. Вы просто посмотрите, какие мы с вами получили бафы и дебафы. От начальной сборки мы имеем минус 20 горизонталки, плюс 20 к дистанции, плюс 30 к скорости пули, минус 20 кучности в прицеле. Так еще и глушитель, чтобы стать настоящими ниндзя. А из дебафов только лишь видимый лазерный целеуказатель. Но не идеальная ли эта сборка? Ёб твою мать, красотища какаа. Для людей, которым нравится мушка, или же 28 октября они выкрутят себе мифик, Вместо прицела я предлагаю поставить либо магазин для быстрой перезарядки, кстати ситуация с магазинами тут ужасная, потому что они дают очень сильные дебафы, например магазин на плюс 20 патриков добавляет к перезарядке 15% и 8% к времени прицеливания, либо же устойчивый приклад RTC, который я и поставлю когда выбью мифик, он нам даст бафы кучности стрельбы в прицеле, рывку при попадании и чуть-чуть горизонталки, правда бонусом будет идти ухудшение на 10% к скорости перемещения при прицеливании, но это уж не так уж и критично. Вот такие сегодня две сборочки у меня получились, я думаю каждый из вас выберет сборку, которая будет ему по душе. Крик 6 меня очень удивил и лично для меня стал пушкой номер 1 в классе штурмовые винтовки, как мне кажется эта пушка просто идеально подходит именно под мой стиль игры, и мы с ней просто созданы друг для друга. Подписывайся на канал если ты тут впервые, не забывай про мужские пальцы вверх, пиши в комментариях свое мнение по поводу видео, и мы обязательно с тобой скоро услышимся, пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok